Good afternoon, children. How are you today? Добрый день, ребята. Сегодня мы с вами продолжаем наш второй урок. У нас сегодня новая тема. На прошлом уроке мы с вами прошли раздел Welcome, то есть Добро пожаловать, где вы повторили все школьные предметы. А сегодня мы с вами перейдем к притяжательным местоимениям. Open your student's book at page 5. Открывайте ваши учебники на странице 5. И тема нашего урока – Possessive Adjectives. Open your notebooks, write down today's date. Открывайте вашу тетрадь и записывайте тему сегодняшнего урока и число. Today is the 8th of September, and the theme of our lesson is Possessive Adjectives. И тема нашего урока называется «Притяжательные местоимения». Сначала я хочу вам немножко разъяснить, что такое, напомнить, что такое притяжательные прилагательные. Вот смотрите. Притяжательные прилагательные в английском языке, как и у нас в русском, есть слова, которые указывают на принадлежность предмета. Кому-либо отвечают на вопрос «Чей?», то есть «Мой», «Твой» или «Кого-то именно». В русском языке эти слова называют притяжательными местоимениями. В английском же языке притяжательные бывают и местоимения, и прилагательные. Вот теперь, пожалуйста, обратите внимание на первое упражнение. Possessives. Притяжательными у нас выражается вот так. Вот эта вот запятая называется в английском языке как апостроф. Вот это слово. Апостроф. И буква «С». Possessives and subject and object pronouns. Pronouns – это у нас местоимение. Translate the phrases where is the апостроф in each phrase. Переведите данные фразы. Вот они, фразы. Где находится апостроф каждой фразы? And why? И почему он там находится? Сначала, ребята, обратите внимание на картинки. Здесь две сумки, которые принадлежат двум разным мальчикам. Здесь есть две DVD, а также одна рабочая тетрадь. Верно? Теперь переводим, и по переводу мы поймем, о чем идет речь. David's workbook. У одного Дэвида есть одна рабочая тетрадь. Если перевести, будет вот так. Рабочая тетрадь Дэвида. То есть, кому это принадлежит? Единственное число, значит, мы ставим апостроф и ставим букву «с». Если этот предмет принадлежит одному только человеку. The teacher's DVDs. Здесь есть две DVD, хотя их две, но они принадлежат одному учителю. Мы ставим апостроф, ставим «с», так как это один человек. The teacher's DVDs. Далее. The boy's bags. Здесь уже две сумки, которые принадлежат мальчикам, но не одному мальчику. Здесь мы пишем местоимение существительное во множественном числе, а также в следующий мы ставим апостроф. И уже «с» мы больше не ставим. Итак, я вам еще раз повторяю. Если это единственное число, то есть у одного человека есть что-то, допустим, рабочая тетрадь Дэвида, мы ставим «дэвид» существительное, апостроф «с» в «эгбук». Переводится так «рабочая тетрадь Дэвида». DVD-диски учителя. The teacher's DVDs. У одного учителя есть два DVD-диска. Но вот здесь уже, когда двум разным мальчикам принадлежат две сумки, мы скажем «сумки мальчиков». The boy's bags, то есть после множественного числа будет стоять апостроф. Теперь упражнение второе. Write phrases for one till six. Add the апостроф. Or s. Напишите фразы от одного до шести, включая, а также добавьте апостроф. Обратите внимание, если множественное число, то мы ставим вот такой апостроф сразу. А если вот единственное число, то ставим вот такой апостроф. Еще раз повторяем на примерах. Laura and desk. Parta – лауры. То есть лаура сидит одна за одной партой. Lauras – мы ставим. Laura – апостроф, потом s. Desk – парта – лауры. The students' chairs. Стулья студентов. То есть несколько студентов, может пять, а может два студента, сидят на разных стульях, и поэтому это стулья этих студентов. Здесь множественное число сразу делаем у существительного, потом только ставим апостроф. Итак, David – что мы поставим? Апостроф, потом s и laptop. Вы согласны? Так как у David ноутбук – Дэвида. Дальше, ребята, вы делаете сами. Следующие пять примеров я жду у себя ответы. Вы можете остановить видео, сделать это упражнение и отправить мне, сфотографировать. Итак, если вы выполнили упражнение второе, мы переходим к упражнению третьему. Subject pronouns and possessive adjectives. Субъективные местоимения, а также притяжательные прилагательные. Complete the table with the words in the box. Заполни вот эту вот данную таблицу словами, которые вам даны здесь вверху. Обратите внимание, ребята. Similar – это значит единственное число от слова single. Plural – это значит множественное число. Смотрите. Subject pronoun – субъектное местоимение. I – это я. Чтобы его сделать притяжательным, прилагательным, мы его переделываем. I – это я. My – это моё. You – это ты. Your – это твоё. He – это он. His – это его. She – это она. Она. Her – это её. It – это оно. Неодушевлённый предмет. It – это то есть что-то у этого неодушевлённого предмета. Теперь к множественному числу. We – это мы. Our – это наш. You – это вы. Your – это ваш. They – это они. Their – это значит их. Заполните, пожалуйста, данную таблицу. И выучите данные притяжательные, прилагательные. А теперь, ребята, приступаем к упражнению четвёртому. Choose the court words. Выберите правильные слова. Вероника. Мы с вами только что прошли притяжательные, прилагательные. Теперь вспоминаем. My friend Veronica is from Russia. Мы же не можем сказать «Я друг Вероника из России». Правильно? Мы говорим «Моя», «Мой друг Вероника из России». Верно? В английском языке как бы нету рода. «Мой», «Моя» – это всё одно и то же. Далее. Если это Вероника, значит, это she – девочка. Но это мы должны сказать, что её фамилия из Аносов. Her surname is Аносов. А далее, ребята, вы попробуйте сделать сами. Смотрите на перевод предложения. Тогда вам всё станет ясно. А теперь, ребята, мы с вами переходим к другой теме. Это тоже. Это всё раздел одно. Possessive adjectives. Но в этом possessive adjectives есть subject pronouns, то есть обычные местоимения. И как они превращаются в possessive adjectives, притяжательные, прилагательные. Далее есть ещё такой один раздел. Object pronouns. Объектные местоимения. Pronouns – это у нас местоимения. Match the object pronouns in the box with the subject pronouns. Соедините те объектные местоимения с субъектными местоимениями. Субъектные местоимения – это вы уже знаете, которые мы используем каждый день. Я, ты, мы, она – это всё субъектные местоимения. Теперь нужно нам сделать из них объектные местоимения. То есть, когда, допустим, I and me – я и мне. You – and здесь также будет you. Ничего не поменяется. Ты и тебе. It – это, и будет опять же it. Ничего не изменится. Им этому или этому? Это или этому? He – он, и ему будет him. She – она, ей будет her. We – это мы, нам будет us. You – это вы, вам будет опять же you, без изменений. And they – это они, и им будет them. Пожалуйста, ребята, у меня к вам просьба. Выучите объектные местоимения. Это местоимения, которые в предложении именно бывают дополнениями. А это у нас possessive adjectives – притяжательные прилагательные. Choose the correct words. Выберите правильное слово. Обратите правильно сюда внимание. Первый пример. That's my desk. Это моя парта. Your pen is on… Твоя ручка на… On it. То есть на этой парте имеется в виду. Здесь уже парту заменили местоимением. На этой парте лежит, имеется в виду. Joe and I are here. Joe и я сейчас здесь. Tom isn't with us. Посмотрите, здесь по смыслу. Рассказ идёт о первом лице, да? Joe и я – мы здесь. Tom не с нами. Us – потому что это мы. Them – это им, да? То есть мы можем сказать, Джон не с ними. Том не с нами. Дальше попробуйте, ребята, сами сделать. Обратите внимание большое на перевод. И так, ребята, мы сегодня с вами прошли больших два раздела. Это мы повторили с вами субъектные местоимения, а также как из них получаются притяжательные прилагательные и как из субъектных местоимений получаются объектные местоимения. Вам выучить данные две таблицы обязательно. И вот эти раз, два, три. Три упражнения отправить мне в личку. У меня к вам просьба, ребята. Пожалуйста, все упражнения после того, как выполните, одной фотографией отправьте, пожалуйста. Не надо мне от одного человека по три фотографии отправлять. Хорошо? Если у нас получится, мы следующий урок попробуем провести в Zoom. Я обязательно спрошу у вас субъектные местоимения, притяжательные и прилагательные, а также спрошу объектные местоимения. Наш урок подошел к концу. Goodbye, children. See you soon.